здравствуйте уважаем трейдеры сегодня 3 июля вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании фиба групп начинаем с валютной пары евро доллар во время европейской торговой сессии спрос на пару заметно увеличился но во многом это было обусловлено ослаблением доллара сша однако активные покупки по рынку все еще не целесообразно незначительное ослабление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса но объемы торгов заметно сократились в очередной раз указывая на неопределенность рынка после всплеска торговой активности накануне волатильность может снижаться в преддверии празднования дня независимости в сша все еще качественных торговых сигналов нет так как котировки пары зажаты в сужающемся ценовом диапазоне что указывает на неопределенность рынка а сейчас придем к валютной паре фунт доллар даже несмотря на ослабление доллара сша и заявление одного из представителей банка англии о том что есть потребность в более активном повышении основной процентной ставки регулятора сравнение с рыночными ожиданиями спрос на пару остается умеренным ослабление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса что указывает на преимущество продавцов но уменьшение объемов торгов свидетельствует об их слабости торговая активность остается повышенной но и сегодня рассчитывать на существенно снижение волатильности торгов не приходится покупки под уровнем сопротивления 1 32 2 0 не целесообразны так как все еще присутствует риск возобновления нисходящего движения а сейчас придем к валютной паре доллар сша канадский доллар умеренное ослабление доллара сша а также достаточно высокая цена на нефть продолжает оказывать давление на котировки пары но активность продавцов остается очень низкой увеличивая риск возобновления восходящего движения отсутствие однонаправленного ценного движения при заметном уменьшении открытого интереса и объемов торгов указывает на неопределенность рынка в понедельник торговая активность заметно снизилась после всплеска накануне но все еще не исключая появление сильного донаправлено ценового движения на текущей неделе до момента возврата котировок пары выше технического уровня сопротивления 1 32 2 0 медвежий сценарий остается в приоритете обращу ваше внимание что каждый проданный автомобиль в сша хоть частично но импортируется поэтому введение новых тарифов администрации дональда трампа приведет к росту их цен и соответственно может снизить потребительскую способность населения что негативно для доллара сша на этом мне все благодарю за внимание и оставайтесь в фокусе рынка с компанией фибогрупп и и и и и и и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова